Добрый день, дорогие друзья! В самом начале передачи признаюсь, что мне несказанно повезло, что 35 лет назад, что на моём жизненном пути встретились такие замечательные люди. И один из них – Алексей Викторович Фёдоров. Ныне он ведущий научный сотрудник Института физики взрыва и один из основателей православной общины в нашем городе. Вот по поводу второй темы мы и поговорим сегодня. Алексей Викторович, я правильно думаю, что православная жизнь в нашем Сарове никогда не прекращалась? Она велась и в советские времена, где-то дома, тайно. Это правильно? Да, 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 потому что я работал на площадке, площадка 7-я, 19-я, где мы сданы работы. И там я познакомился с лесником Николай Александрович Комаров. Это очень верующий, сильный человек был. Он из верующей семьи, и они молились и на Дальней пустынке, и у его сестры в рабочем посёлке тоже в храме они молились. На Пионерской в подвале была комната, тоже такой маленький храмик, и люди ходили всегда, они и на 1 августа ходили на Дальнюю пустынку, то есть Саров был верующий. Только это было прикрыто. Ну, а вот где-то в 90-м году, если я не ошибаюсь, вы вместе с единомышленниками осмелились легализовать эту православную жизнь. С кого всё начиналось? Ну, вот мне повезло тоже, я с такими замечательными людьми встретился, как раз в 1984 год, 40 лет назад. Владимир Михайлович Корюк, ныне уже покойный, Иван Ильич Сидорович, который сейчас здравствует. Когда я с ними познакомился, это было, конечно, целое открытие, открытие нового мира. Почему? Потому что это были люди православные, они очень много знали. Тогда невозможно было даже купить никакой простой православной книжки, невозможно было купить закон Божий, невозможно. Я доставал Библию и молитвослов, вообще, таким, через Киргизию. Мы с Анатолием Агаповым пошли в поход, и там в городе Пржавальске я познакомился с местным священником, его очень попросил, потом он всё-таки достал, и через полгода мне прислал, я ему деньги послал, а он мне прислал Библию и молитвослов. А когда эти люди появились, и мы уже с ними в 1984 году мечтали, как бы нам этот храм открыть, но время ещё не пришло. А вот в 1990 году, да, собрались. Но перед этим был под вашим руководством религиозно-философский клуб. Да, да, я вам честно признаюсь, что когда я поступил в аспирантуру, и мне разрешили оформить пропуск в Ленинскую библиотеку, я не только там читал по физике и литературе, но там можно было загадать любую книгу, в том числе и первую книгу Маркелина по истории Саровской пустыни. Я столько начитался, я столько... И вот когда я всю эту информацию потом всё рассказал, Анатолий Агапов, он тоже загорелся, и вот вместе с ним мы создали историко-философский клуб. Это 1987 год, при Доме учёных. Адольф Данилович Шевцов нам помогал. Ну, много людей. И вот оттуда, кстати, вот, как сказать, много интересных людей выросло. А вот под действующим законодательством, чтобы зарегистрировать православную общину, необходимо было собрать 20 человек, 20 подписей. Иных уж нет, а те далече. Вот из той двадцатки, наверное, в живых-то осталось человека 3-4? Не, больше. Половина примерно осталась. Ну, вот семья Пупыниных, там была они живы-здоровы. Семья Сидоровых, жива же Наталья Сготьков, которая, кстати, в библиотеке, вот, с её помощью мы там собирались. Вот, Георгий Лялькин, сейчас он Ахимадрид, в Чувашии. Вот, Заярный уже умер. Ну, много там у нас было ещё людей. И первым старостой кто был? Мы выбрали Алексея Валерьевича Кондрашенко. Он работает теоретик у нас из ТМФ. Георгий Лялькин, который сейчас Ахимадрид, Серафим, заместителем. А Заярного Владимира мы выбрали Казначея. Потом, правда, был Женя Тарасов Казначей. Я помню вот этих людей, замечательных людей. А вот всё-таки я восхищён, я не побоюсь этого слова, мужеством и смелостью этих людей. Ведь тогда это было небезопасно, согласись? Да нет, это было небезопасно до 87-го года. Потому что ещё в 87-м году на 1 августа милицейские посты стояли, ну, не пускали верующих. А в 88-м году, когда уже произошла встреча руководителей нашего тогда государства с патриархом членом членов Синода, изменилось всё. Сразу началось совершенно другое потепление. И уже вот 88-89 год. Поэтому мы спокойно уже в 90-м году проводили вот здесь вот на базе отдыха Дубки Саровские чтения. Мы их всем чтения провели. И никто нам не мешал. А вот можно ведь так сказать, что официально православная жизнь в Сарове возродилась в 1990-м году с регистрацией православной общины, а затем через три года, в 1993-м году, освящением первого храма. Да, вот этот период. В 90-м году мы подали заявление, но нам отказали. В 91-м году случилось великолепное, замечательное событие, когда мощи Серафима Саровска приехали сюда, и нам осенью 91-го года это разрешили. В 92-м году мы просили у нашего владыки Николая, священника, приехал отец Владимир Алясов. 1 апреля, уже 26 апреля он служил на Пасху, вот, около колокольной пасхальной службы, на монастырской службы, это 92-й год. 14 июня, вообще чудо произошло. Замечательный человек, Владимир Александрович Белугин, вышел, но потом посмотрели, как он в воскресенье подписал акт о передаче здания хозяйственного магазина, вот храма всех святых нашим. И после этого мы взялись там субботники, храм восстанавливать, и где-то уже к концу 92-го года закончили, и владыка, 6 февраля, в 93-е годы его святил Владик Николай. Ну, тут, наверное, нельзя не вспомнить еще одно событие, и нужно вспомнить Валерия Николаевича Такоева, который организовал первый приезд на наш город, святейшего патриарха Алексея II. Вот ни до, ни после такого скопления народа я не видел в нашем городе. Людское море, поток жил, правильно ведь, да, в Дальней Пустынке? И вот в этом отношении как бы вот порыв был, искренний порыв у людей. А потом уже начались как бы вот уже обыкновенные дни. Нет, это было вообще чудесное событие. Действительно, патриарх не захотел ехать. Он где-то вот на Ближней Пустынке, где памятник Сергея Александровича, он сказал, я пойду пешком. И все, город вышел встречать патриарха, в первую очередь патриарха же встречать. Ну, там была делегация. Это замечательное событие, конечно, и все пошли. Ой, тут там было тысячи людей. Но хочу заметить еще одно замечательное событие было. Уникальное и замечательное, когда через 12 лет, в 2003 году, столетие канонизации Сергея Саровского, мы этого не понимаем, потому что как будто в Сарове состоялся Восьмой Вселенский Собор. Когда собрались все руководители православных церквей, болгарской, румынской, грузинской, чешской, польской, японской, Америки, все собрались, их всех посадили в один поезд в Москве, поезд приехал сюда. Как в закрытом городе собрались, они больше не собирались, и сейчас еще тяжелее собрать, мне кажется, в связи с ситуацией в мире будет такой. Вот у нас сколько, у нас вообще город замечательный. А вот все-таки есть отличия православного человека от того же атеиста? Есть, конечно. Вы представляете, ты в два раза богаче становишься. Я вот в Ивнеев отработал в 48 лет, у меня много друзей, я был на многих конференциях, ездил за рубеж, все видел, смотрел, это одна жизнь. А тут же вторая жизнь. Вот вы же рассказываете события, которые здесь происходили, в которых мы все участвовали, и вы тоже участвовали. Это же, представляете, а потом был 2006 год, когда открыли Саровский монастырь. И вот мы вспоминали, в 1993 год первый храм, а сейчас у нас уже, наверное, около 15 храмов, если считать, вот храм под землей, храм на колокольне, и вот там, где храм Засима, в Савате на втором этаже тоже преображенский, все эти маленькие храмики считать, и на часовне, на кладбище у нас где-то 15 храмов. А вот у меня сразу из этого ответа возникает очередной вопрос. Да, это так, и в каждом селе, в округе есть свой храм, в любом городе по несколько храмов. Но вот я процитирую, как сказал ермонах Роман, который пишет великолепные песни, исполняет, «Сеем рожь, окосим лебеду, непрестанно ищем виноватых, строим рай, а вертимся в аду, узнавая в ближнем супостата. Почему с количеством храмов не растет и не умножается любовь к ближнему?» Трудный вопрос. Нет, Бог есть любовь. В первую очередь, что-то есть Бог, Бог есть любовь. Но любовь невозможна без свободы. Вы не заставите этого молодого человека полюбить эту девушку, пожелите их, это будет насилие. Поэтому Бог не может нарушить свободу человека никак. Он может ему помогать. Если человек, конечно, просит, молится, взывает. Вот сейчас мы должны очень сильно молиться за ту ситуацию, военные операции на Украине. Очень сильно молиться. Видите, чем кончается? Террористическими актами. Все это идет, окрысился на нас весь мир, особенно западный мир. Но свобода есть свобода. Не может, не можем, мы никого не можем заставить насильно идти в храм. Это выбор человека, он должен сам, и удается, как сказано в Псалтире, я вам даю 70 лет жизни, а еще в силах 80 лет. Вот, поэтому вы должны сами выбрать цель жизни. Потому что мы все, в конечном итоге, окажемся там, на небесах, мы не знаем, где окажемся, в аду или в раю. Но, когда люди отрицают существование души, ангелов, демонов, Бога, святых, как так? Это у меня даже, ну, я не могу представить, только чисто материальное существование человека. Нет, это, мне кажется, это очень обедняет человека, унижает чисто материальное состояние. Ну, понимаете. Нет, вот на самом деле, земная жизнь – это только этап нашей жизни. Душа бессмертна. А вот те же твисты, которые не верят в бессмертную душу, они обессмысливают свою жизнь. Вы понимаете, что у каждого будет экзамен. Я сказал, в 70, 75 или 80 лет мы предстанем. И там, там уже, понимаете, там уже нам, мы ничего не сможем сделать. Все, что мы здесь вот собрали, как вы сказали, добрые дела или злые дела, что мы здесь… Вот, ну, понимаете, вот обидно, обидно. Вот я в Уннефе работаю, стоит девочка молодая, около проходной. Там проходная автостанция, стоит такой стеклянный ящик, она братишки больного собирает. И мы проходим, нам дается шанс. Не надо, ты можешь бросить небольшую сумму денежек в этот ящик. И вот мы смотрим, большинство проходят и не обращают внимания. То есть, мы даемся, дается шанс сделать доброе дело, а мы не делаем. Вот, понимаете, в чем наша беда, что мы часто не делаем… А потом, это же туда надо вкладывать деньги, в тот банк, понимаете, там. Они же все были верующие от Сократа, от Платона Аристотеля, это же Паскаль. Он делил людей, которые, люди, нашли Бога, счастливы, которые находятся в поиске Бога и, возможно, найдут. И третьи, которые не нашли и никогда не найдут, несчастливы. Так это же знаменитый ученый Паскаль. А у нас Боголюбов Николай Николаевич, выдающийся ученый. Да сколько у нас верующих? Академик Павлов. Академик Павлов. Не, ну, большая часть ученых, я вам честно скажу, они верующие. Ну, как быть, заниматься наукой и не прийти к этому… А вот я еще вспомнил как раз одну тему. В начале 21 века мне довелось сопровождать гуманитарные грузы в Чечню, где шла контртеррористическая операция, война. И мы привозили необходимые вещи, гуманитарку, как мы называли. И вместе с этой гуманитаркой мы привозили нашим бойцам иконки-крестики из Саровского монастыря, из Дивеева. Они расхватывались и вмиг. Не потому, что это были сувениры знаменитой Саровской пустыни и знаменитого Дивеева. Нет. Просто на войне не бывает атеистов. На войне не бывает неверующих. Каждый хочет верить в чудо. Каждый хочет остаться живым. И вот в этом отношении вместе с какой-то материальной, гуманитарной помощью мы частичку духовности, что ли, им привозили в виде крестиковых иконок. В минуту опасности человек становится верующим. А как люди в основном приходят к вере? В минуту потрясений, в минуту радости вряд ли кто-то приходит. В окопах неверующих нет. Это такая фраза есть. Это к вере люди приходят совершенно с разными путями. Когда я был совсем молодой, вот, рассказали мне про одного человека, как он пришел к вере. Значит, он был, это были еще времена Брежневские, может быть, даже. Ну, в общем, его послали в Москву. Там надо было купить продукты. Из Москвы везли часто из деревни заказы. Кому-то надо привезти, были колготки, кому-то там платок, кому-то это вот. Снарядили его. И он, значит, он бегает по Москве, они знают. И вот там, говорит, есть магазин на Бауманске. И там вот ты все купишь. Он пришел, идет, значит, на Бауманске. Был там этот Богоявленский собор тогда, храмах Иисус Павленево. И он со всеми людьми на службу зашел. И он не знает, куда попал. И он, значит, стоит то ли на небе, то ли. А у них не было храма, все разрушили еще после революции. И вот он стоял, отстрел всю службу. Дождался священника. А где этому можно научиться? Он говорит, везя в Сергеев Посад. Ну, там назывался Загорск. И там в семинаре все такое. Он все купил потом. Приехал. Приезжает. Там, как сейчас, летом будет экзамен. Ты можешь поступить. Он приехал, все завалил. Все, что можно, он даже отче нас не знал. Он все завалил. Но стал ночевать на чердаке. Монахи заметили. Ну, что-то с ним надо делать. А у них был такой уже старец, старенький, больной. За ним надо ухаживать. Они говорят, давай мы тебя поселим с ним, ты можешь за ним ухаживать. Он год ухаживал. Старец ему все научил. Через год он выступил. Стал священником. По-моему, 8 или 9 детей. И все вот пацаны, которых он вырос, стали священниками. То есть, 3-4 священника его стали священниками. Вот как он пришел к Богу, скажите? То есть, мы же не знаем как. Как-то через обыденность. Нет. Там много, конечно, очень важных генетически. Если вы из семьи православной верующей, это не только воспитание. Еще как-то это передается генетически. Очень здорово. Но у некоторых, я знаю, атеистов даже наших, которые здесь, в Сарове, живут. Они известные ученые, как сказать, и отец, и мать. А потом выясняется, он становится священником. И у него дед, прадед был священником. Как-то это, наверное, все-таки передается. Согласен. Какие встречи в жизни запомнились вам больше всего? С какими яркими личностями, выдающимися людьми, православными людьми, учеными, философами, писателями. Вот здесь мне... Я познакомился с двумя муж и жена. Они, значит, приехали с Украины. Кстати, западные из Украины. Из Ровна они приехали здесь. И они загорелись. Что с ними произошло? Они сначала пришли к матушке Сергею и говорят, мы хотим восстанавливать храм. Ну, где? Дайте мне что-то. Она говорит, вот Автодеево. Они приехали, Автодеево было вообще в ужасном состоянии, храм святителя Николаевича Чудотворца. И они поехали, денег нету. Они поехали, продали квартиру. Приехали сюда и на эти деньги начали восстанавливать храм. Там одна женщина, старушка, она ушла в монастырь и им пожертвовал дом. Ну, обычный дом деревенский. Они там жили. И они потом, как сказать, не только они, им помогали другие люди. Каким-то чудесным образом они молились. И Бог им посылал помощников. Они 15 храмов в округе участвовали. 15 храмов. Остановили. Да, они, вот мы-то все люди, они неравнодушные. Мы с ними ехали, ну, ездили вот по округе. Вот, например, они едут в село Нуча. Нуча село. Я был там. И они, оно далеко, кстати, было от дороги. Это дорога, которая идет с Ордатова-то в Кулебаке. И они по грунтовой дороге подъехали. Посмотрели, такой красивый храм разгрушенный. И стали приезжать вдвоем. А им уже было по 50-60 лет. И начали выкидывать мусор. Ну, очищать храм. А там жители-то, села-то всего, может быть, 20-30 человек было. А что вы делаете? А мы вычищаем. А что, будем храм восстанавливать? Они говорят, это невозможно. Как невозможно? Давайте начнем. Потом стали восстанавливаться. А что будем дальше делать? Вот они сидят, на перекур у них отдыхают. Тут надо окна вставлять. А что, для окна нужно доски, дерево. Одна говорит, а у меня сын, там, в Арзамасе, у него пилорама. Поможет. Другая говорит еще что-то. Восстановили храм. Вот я ездил вот тут рядом с Ататом. Есть село Лимить. Там, значит, дыры там в потолке. Я все ездил, плакал. Храм. Ну, я уже, ну, уже прошло 30 лет. И вдруг, 3-4 года назад, приезжаю в храм, уже работает. А с чего началось? Приехал священник, я не знаю, какой-то дьякон. И говорит, а что вы молчите? Что вы стоите здесь? Они говорят, это невозможно. Как невозможно? Вы только начните. Раз уж Алексей Викторович затронул исторические эпизоды, не могу не удержаться еще от одной темы. А вот говорят, что после восстания декабристов к Серафиму Саровскому пришла мать одного из казненных, поэта Крылеева. Я уж не знаю, зачем она к нему приходила, за утешением или за советом. Так вот, мудрый, великий старец ей сказал, было бы лучше, если бы у тебя сын вообще бы не родился. Ну, ответ, я бы сказал, ответ очень мудрый. Но, заметьте, он не осудил смертную казнь. А вот у нас на днях совершилось жуткое злодеяние, террористический акт в Красногорске, в Подмосковье. Вот как вы относитесь вообще-то к смертной казни? Я объясню. Давайте порассуждаем на эту тему. Иногда мы слышим или по телевизору видим, там где-то нашли террористов. Они взяли в заложники, не сдаются, их приказали ликвидировать. И их ликвидируют. И правильно делают. А с другой стороны, вот эти террористы, они не сдавались, их задержали. Наши силовые структуры их задержали. Что сейчас последует? Будет следствие, будет суд, появятся адвокаты, будут искать смягчающие обстоятельства. Где здесь справедливость и воздаяние за грехи? Вот там их уничтожают. Если они не сдаются здесь, они не сдавались, их задержали. Зачем нам ложный гуманизм? И многие люди говорят, что террористы – это не люди. Из-за них погибли сотни людей, даже детей. Они не люди. И поступать с ними нужно, как с нелюдьми. Вот бешеную собаку убивают, чтобы она не покусала других людей, потому что бешенство не лечится. Разбойник, который висел на кресте, справа, одесную креста, первым вошел в рай. Поэтому все-таки, я считаю, надо дать шанс человеку, потому что сидеть еще потом длинную жизнь, раз разбойник покаялся и первым вошел в рай, с вашей точки зрения, его надо расстрелять, его надо повесить. Но жизнь человеку дана для того, чтобы… Ведь цель жизни, чтобы наполнить, в первую очередь, рай. Ну, счастье, царствие Божие, ну, как говорится. Я бы все-таки дал им шанс, так, как сказано в Евангелии. Не, а я бы еще один аргумент привел. Вот сейчас против нашей страны ополчился весь коллективный Запад. Мы живем в условиях военного времени. А если вспомнить, во время войны тот же герой Советского Союза, Николай Кузнецов, приводил в исполнение приговор, без суда и следствия, убивал фашистских извергов. И правильно делал. А вот если такую же проекцию сделать со времен Великой Отечественной войны на нынешнее время, да, нужно карать их по законам военного времени. Если мы убьем одного злодея, возможно, этим самым мы спасем тысячи невинных людей. Ведь много сейчас людей, которые воюют, преступников воюют. И они там приходят к вере. Да, я согласен, действительно. Убийцы там воюют. И становятся героями. Вагнер, Вагнер. Да, да. Они набирали... Да, а что же их расстрелять, он может... Не, они искупили свою вину, действительно. Ну, надо дать шанс сегодня. А вот, чтобы закончить наш разговор, Алексей Викторович, как считаешь, все семена, которые вы бросили в почву в конце прошлого века, вот они сейчас дали добрые всходы? Конечно, конечно, а вы что? Кроме того, первый храм набивался. Помните, люди не могли войти на улицу молиться в первый храм. Это вообще как селедки и бочки. Сейчас все дано. Пожалуйста, все храмы, нет уже такого. Можно спокойно войти в храм, постоять, помолиться. Можно просто прийти в храм, постоять, сколько у тебя хватит терпения, пять, десять, и уйти. Ну, что для этого сделать? Ты идти просто, ну, можешь написать записочку своих самых близких людей, детей своих, родителей, понимаете, братьев, сестю, что стоит написать о здравии, или за усопших своих близких, и уйти. Но для этого надо сделать шаг. Решимость нужна. Просто у людей нет решимости даже войти в храм у многих. Вот и все.